МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посередине океана. Наверное, крупнее объекта инфраструктуры не придумать. Добро пожаловать в Янгшань, который должен стать крупнейшим глубоководным портом в мире. Причал длиной 20 километров, 50 якорных мест, более чем в 30 километрах от суши. Связанный с Китаем вторым по длине мостом на Земле. Огромные краны, совершенные системы управления и дисциплинированный персонал. Уже побивают рекорды по загрузке-разгрузке огромных контейнерных судов. Пытаясь взять верх над крупнейшим импортно-экспортным рынком в мире. А порт Янгшань еще вовсе не закончен. Супер-сооружение. Глубоководный порт. Гордость Китая. Весна 2007-го. Гудрун-Майерск, один из крупнейших контейнерных кораблей на Земле, причаливает у 32-го километра от китайского побережья. Палуба судна загружена тремя тысячами контейнеров, наполненными многомиллионным грузом. Гудрун-Майерск сгрузит их в 32-х километрах от берега. В одном из крупнейших грузовых пунктов мира. Грузовом порту Янгшань. За годы до того, как закончится строительство порта. Однако доки порта уже протянулись более чем на 3 километра. В доках. Самые большие и мощные краны в мире. Совершенные грузовики. Одна из самых эффективных систем управления. И одни из лучших операторов в области. Все они готовятся принять Гудрун-Майерск. Впереди работы на сутки. А времени меньше дня. Когда корабль станет в док, у операторов будет 20 часов, чтобы разгрузить 3000 контейнеров. И загрузить 2000 новых. Затем им нужно будет отправить эти 3000 на материк. Через 32 километра открытого моря. Ошибаться нельзя. Ежедневно. Работая с каждым судном. Янгшань борется за первенство с сильными соперниками во многомиллиардном бизнесе. Шанхай. Крупнейший город в Китае. И крупнейший грузовой порт в мире. В 21 веке китайский рынок экспорта и импорта растет на 30% в год. Шанхай оказался в нужном месте в нужное время. Он находится посреди китайского побережья. В том самом месте, где Янцзы, третья по величине река в мире, впадает в море. Товары стоимостью миллиарды долларов отправляются вниз по Янцзы, чтобы попасть за границу. В 2001 году их вес составлял 300 миллионов тонн. К 2005 вырос почти до 800 миллионов. Шанхай оказался в выигрышном положении. Но возникли трудности. Большие трудности. Эти двое справляются с ними ежедневно. Ву Джанг Вен и Джанг Вэй – портовые лоцмены. Они поднимаются на борт кораблей, идущих из открытого моря, и указывают безопасную дорогу в доке Шанхая. Это сложнее, чем вам кажется. Цвет воды указывает, почему. Вода в реке грязно-коричневая. Каждый год Янцзы выносят в море миллионы тонн ила. Там, где река впадает в океан, образуются песчаные отмели. И именно здесь сотни кораблей плывут в Шанхай. Во время отливов глубина заириного входа в самый занятый порт – всего 7 метров. В современном мире такой глубины хватит только грибным шлюпкам. Большим кораблям, входящим в порт Шанхая, требуется 12 метров глубины. Следовательно, они зависят от приливов. Поэтому, входя или выходя из порта, нам нужно обращать особое внимание на уровень воды. Сегодняшнему судну хватило 8 метров. Оно прошло отмели во время прилива. Это не означает, что Ву Чжань Вен и Чжанг Вэй не трудились. Несмотря на спокойный вид, они знают, что трудности впереди. Ведь водные артерии Шанхая забиты не одним милым. Корабль входит в Хуанпу, протекающий в Шанхае реку меньшего размера. Ему придется пройти одну из самых ужасных морских пробок на Земле. Обычно за сутки в русло входит 100 кораблей, и выходит столько же. Это лишь большие суда, водоизмещением свыше 5000 тонн. Мелкие я даже не считаю. Корабли не просто идут один за другим. По всей реке множество портов. Судам приходится идти поперек движения. Это большой риск. Специалист по судоходству Мэтью Флинн сравнивает навигацию по Хуанпу с вождением на Лос-Анджелесской скоростной автостраде в составе гонки Идианаполис 500. Возможно, это одно из незабываемых и самых впечатляющих путешествий для любого капитана. Это не значит, что он от него в восторге. Наверное, это самый трудный заход в порт во всей Азии. Верьте или нет, это еще не все. Ширина Хуанпу от берега до берега 400 метров. Однако наши лоцманы знают, что для работы им остается куда меньше. Судоходный путь с подходящей глубиной уже 300 метров. В некоторых местах он немногим шире 200 метров. Из-за этого лоцманы нервничают. Ведь для разворота плывущему кораблю нужно от 3 до 5 своих длин. Чтобы избежать столкновения, 100-метровому судну понадобится от 300 до 500 метров. На Хуанпу их нет. Например, длина этого корабля 145 метров. Войдя в реку, он уже не сможет развернуться. Еще у кораблей нет тормозов, как у машин. Если снизить скорость, чтобы избежать столкновения, вы потеряете управление. Он выйдет из-под контроля. Так что в экстренном случае я не смогу ничего сделать. Поэтому все счастливы, когда корабль принимают буксиры и заводят в док. Ведь плавание вверх по Хуанпу по легкости можно сравнить с ездой по торговому центру на грузовике. Сложная навигация по Хуанпу делает жизнь Ву Джангвена и Джангвея интереснее. Но откуда же у Шанхая эти трудности? В конце концов, город десятилетиями был первоклассным портом. Все это время в Янцы было полно ила. А ширина всегда была одинаковой. Что же изменилось? А вот что. Размер плавающих в Шанхай судов. Огромные контейнеровозы наиболее выгодный способ перемещать немыслимое количество груза по планете. Если они не смогут ввозить и вывозить груз из Шанхая, город не сможет дать миру необходимое. Корабли уйдут в другие места. А Шанхай останется ни с чем. Контейнеры для морских перевозок стали революцией в грузовой индустрии после Второй мировой войны. В отличие от незатаренного груза, контейнеры можно попросту сгрузить на ждущие машины и увезти. Первые корабли везли всего несколько десятков контейнеров. Не нужно быть гением, чтобы понять, что чем больше контейнеров перевезет корабль, тем больше денег выручат его владельцы. Поэтому контейнеровозы становились все больше и больше. И больше. Один переправленный морем контейнер приносит тысячу долларов. Главное в этой формуле деньги. Чем больше корабль, тем больше груза он увезет. В 90-х Шанхай построил новые грузовые порты в Вайгой Кяо на берегу океана рядом с устьем Янзы. Кораблям, идущим в порт, не нужно было подниматься по Хуанпу, а глубина воды там превышала 12 метров. Какое-то время все было в порядке. Но позже корабли стали еще больше. Величиной с Годрун-Майерск. Более 40 метров в ширину и 300 в длину. Длиннее Эфелевой башни. Они нуждались в большей глубине. Даже 12,5 метров мало для самых больших судов. Речь идет о контейнеровозах общим весом 9, 10, 13 тысяч тонн. Хотелось бы по меньшей мере 15 метров. Сегодня корабли типа Годрун-Майерск составляют особый класс. Его окрестили постпанамский. Из-за своей ширины они не пройдут панамский канал. Для Шанхая они тоже велики. Управлять 350-метровым судном на забитой кораблями Хуанпу неудачная мысль. 400-метровое русло Хуанпу ненамного шире длины Годрун-Майерск. Разворот обернется катастрофой. А еще в начале 90-х в Шанхае появилась новая причина для беспокойства капитанов крупных судов. Два подвесных моста через Хуанпу. Большой корабль не мог пройти под мостом через Хуанпу. Проходят только те, что ниже 48 метров. В 21 веке 30% грузовых контейнеров перевозят сюда постпанамского класса. И для них Шанхай все еще был недостаточно глубок, широк и велик. У портов конкурентов Гонконга и Сингапура нет таких проблем. В Китае экономический бум. И каждый хочет быть в доле. Если Шанхай не подстроится под бизнес, тот уйдет в другое место. 2002 год. Руководители Шанхая делают рискованный ход. Место называется Янгшань. Оно находится в 32 километрах от берега. Глубина здесь от 15 до 20 метров. Сегодня Янгшань большой остров, который с легкостью уместит грузовой порт мирового класса. Когда же его выбирали инженеры из Шанхая, более 60 процентов острова не существовало. Янгшань был тем, чем его создала природа. Группа островков, где места хватило лишь для рыбацкой деревни. Инженеры задумали создать равнину срыв холмы. Но в итоге решили не разрушать топографию Янгшань. Вместо этого они стали строить крупнейший в мире порт с нуля. Глубоководный порт в Янгшане — огромный проект, начатый с чистого листа. Крупнейший объект инфраструктуры, с помощью которого можно было закрепить первенство Шанхая в морских грузоперевозках. ЛАМ предусматривал постройку суперсооружения. 20-километровой пристани, где одновременно могли причалить 50 судов. А также порта, который мог пропустить 25 миллионов контейнеров в год и 70 тысяч за один день. Предварительная стоимость проекта — 18 миллиардов долларов. В 2002 год стартует первый этап строительства. инженеры начинают превращать одинокие острова в самый большой грузовой порт в мире. С тем же успехом можно пытаться завязать узел бабочка посреди бушующей реки. Скорость течения 2 метра в секунду. Эти люди столкнутся с тайфунами, туманами, непогодой. они на расстоянии 35 километров от берега. Нет электричества, питьевой воды. Наверняка есть и более неприветливые места. Но, безусловно, худшего места для большого проекта не найти. Ошибиться нельзя. И не успеть тоже. Морские грузоперевозки растут в Шанхае на 30 процентов в год. Чтобы создать Янгшань, инженеры должны возвести остров с портом площадью 10 тысяч квадратных километров. Это больше 20 тысяч баскетбольных площадок. А глубина океана здесь 15 метров. Потребуются тысячи миллионов кубометров почвы. Где их взять? Добро пожаловать на борт морского дракона. Огромного землесоса. Это уникальное судно построено в Нидерландах, чтобы расчистить шанхайский Ил. Увидев морского дракона в работе, понимаешь, почему его так назвали? Две мощных руки насосы имеют жуткое сходство с глубоководными монстрами. От них не уйдет грязь и на глубине 45 метров. Они едят не только много, но и быстро. Благодаря мощной надстройке. В брюхе чудовища находятся два 12-цилиндровых дизельных мотора с турбонаддувом. Каждый вырабатывает 9000 киловатт энергии. с этой силой морской дракон заполняет трюм грязью всего за час. Восьмерка в Китае счастливое число, поэтому в морском драконе помещается 12888 кубометров. Больше 200 тысяч пивных бочек. Когда трюм наполнится, два гигантских насоса освободят 12000 кубометров грязи от воды. Капитан Ян говорит, что с точки зрения пользы его землесос лидирует. Другие суда могут лишь сбросить песок, а морской дракон умеет выдувать и распылять его. Поэтому он обладает преимуществом на стройплощадке. Чтобы завершить первый этап, морской дракон работал почти целый год. Он сбросил 3000 миллионов кубометров почвы, которой хватило бы больше, чем на миллион олимпийских бассейнов. В океане глубиной 15 метров вырос искусственный остров. Пока морской дракон справляется с работой. Но впереди еще два этапа строительства. Для них понадобится 13 миллиардов кубометров грязи. Ими можно наполнить озеро Лох Несс. Превратить открытое море в 10 квадратных километров грузового порта мирового класса меньше, чем за 4 года цель впечатляет. Однако когда появляются крупнейшие контейнеровозы, Янгшань проявляет себя лучшим образом. Один из самых больших Гудрун Майерск готов разгрузиться. Порт должен принять 3000 контейнеров, загрузить еще две и отправить судно в путь. все за 20 часов. За 20 часов новейшие технологии Янгшаня и люди, которые работают и управляют портом, должны еще раз доказать, что они одни из лучших. В этом мире серьезных рисков не важно, насколько ты профессионален. Важно, как ты справился с последним кораблем. полдень. Разгрузка Гудрун Майерск начинается. 3000 контейнеров менее чем за 20 часов. Каждый час опоздания стоит тысячи долларов. И позорит вас в глазах мира грузоперевозок. Снять все это по силам только лучшему. В глубоководном порту Янгшань их 13. Причальные краны СТС-40 высотой 50 метров. Ростом с легендарного монстра Готилу. А выпускают их по соседству. Компания Джэнхуа на острове Чанцин в дельте Янзы. Всего в 125 километрах от Янгшани. Это крупнейший крановый завод в мире. Но даже здесь, где кажется, что горы металла передвигаются по воздуху, краны для Янгшани были трудным заказом. Большинство грузовых кранов могут поднять один 12-метровый контейнер или два 6-метровых. В Янгшане нужны краны вдвое сильнее. И такой высоты, чтобы снимать их с крупнейших в мире кораблей. Их нужно было 13. Директор предприятия Лю Ханчжонг вспоминает тот восторг, который испытал, выиграв тендер на контракт, и страх перед его выполнением. Проектирование и производство таких кранов стало испытанием. Корабли становятся больше и выше, и кранам приходится соответствовать. Мы не могли попросту увеличить один из меньших кранов вдвое. Такой кран вышел бы чересчур тяжелым. Пришлось изменить конструкцию целиком. Однако самая большая трудность заключалась не в постройке суперкранов. А в грузовом порту может потребоваться до 6 месяцев на сборку, прежде чем краны заработают. Но они краном Дженхуа. Они приходят готовыми. По миру их доставляют на специально приспособленных грузовых судах. Однако корабли Дженхуа никогда не перевозили такой высоты и массы. Краны не могут быть короче и легче. Иначе Янгшан не победит конкурентов. Остается один выход. Решить проблему. Нам удалось придумать кран большего размера, который будет весить не так много, но сможет работать на полную. Мы сделали так, что они будут уменьшаться во время транспортировки. Трудности позади. Краны придуманы, построены и доставлены. Теперь они обеспечат порту Янгшань лидерство. Большинство портовых кранов справляются с 30 контейнерами в час. Эти краны успевают поднять 50. Благодаря таким крановщикам, как Джангьи, посвятившему себя совершенствованию качества работы. неудобства к которому нужно привыкнуть связано с тем, что мы работаем в ночных и дневных сменах, а не в обычные часы. Приходится частично жертвовать личной жизнью, например, нельзя пойти выпить и повеселиться так часто, как хотелось бы. Перед работой нужно как следует отдохнуть. Управление портовым краном похоже на вытягивание приза в игровом автомате на ярмарке. Разве что приз весит две с половиной тонны и то, если пустой. Сидя в кабине на высоте нескольких метров, крановщик устанавливает подъемник, траверсу над каждым контейнером и опускает на глаз и вручную. Когда траверса на месте, он включает автоматические замки, цепляющие контейнер и поднимает его с палубы, унося вдох. Точно подгоняя к готовому увезти его к грузовику. И так снова и снова и снова. Если разгрузка показалась вам трудной, попробуйте грузить. Чтобы нагрузить корабль, крановщик должен поставить 12-метровый контейнер на штыри палубы и точно попасть в ячейки грузового отсека. Чтобы контейнеры не двигались в море. все равно, что опустить слона на монету с высоты 50 метров. И время крановщика не безграничное. Если контейнеры движутся слишком медленно, владельцы судов опаздывают и теряют деньги. Но если они движутся чересчур быстро, то могут выйти из-под контроля, повредить другие грузы, людей и краны. А также столкновение может погубить товар. Поэтому крановщики должны выработать инстинктивный навык нужной скорости разгрузки и погрузки. Краны ставят контейнеры на грузовики, а те увозят их из дока на контейнерный склад. Там их снимают козловые краны на колесах с резиновыми покрышками и ставят на землю. однако процедуры не сводятся к одному подъему. Контейнеры выглядят одинаково. Различить их можно только сверяя номера по списку. С того момента, как три тысячи контейнеров покинут Гудрун Маэрск, за ними нужно пристально следить. Контейнер пришедший не по адресу это недовольные заказчики и дурная репутация Янгшане. Потерять контейнер недопустимо. Однако именно эти непозволительные мысли заставляют директора распорядителя Ши Минхуа не терять бдительность целую смену. Борее чем где-либо ответственность за успех или неудачу целиком покоится на его плечах. На протяжении смены он полностью отвечает за график и удачный ход операции. Порт работает круглые сутки. Мы должны работать быстро, на нас оказывают давление. Мы стараемся изо всех сил выполнить обязательства перед заказчиками. Если произойдет какая-то неприятность, виноватым окажется Ши Минхуа. А неприятностей может произойти множество. Прежде чем корабль плывет, компьютеры транспортной компании проверяют содержимое и пункт назначения нескольких тысяч контейнеров и определяют каждому особое место на борту. первые контейнеры идут наверх, последний вниз. Здесь работает довольно сложная математическая формула. Если портовые операторы допустят ошибку или не уложатся в график, они могут попросить загрузить контейнеры в ином порядке, нежели предписал компьютер. капитан не обрадуется этой просьбе. Неправильно расположенные контейнеры вызовут путаницу в следующем порту. Неаккуратно поставленные могут лишить кораблю устойчивости в открытом море. А соперники Янгшаня Гонконг и Сингапур ежегодно обрабатывают больше 20 миллионов контейнеров с вероятностью ошибки меньше процента. Вот почему никто в Янгшане не хочет вносить разлад. К счастью, мозги Янгшаня соответствуют его силе. Это новейшая система управления, разработанная портом Шанхая. В комнате управления находится центр разветвленной системы видеонаблюдения, которая помогает выявить возможные затруднения. Мы общаемся по рации. ноутбуки на пристани принимают детальный план операции от компьютерной системы. Мониторы в кабинах кранов, грузовиков и козловых кранов сообщаются с центром управления. Так что крановщики и водители точно знают какие контейнеры они возят, когда и в каком направлении. Грузовики получают приказы от компьютерного терминала в центре управления через беспроводные маршрутизаторы. Переносные мини-компьютеры сообщают им что делать и куда ехать. Наши грузовики одни из лучших. Они способны доставить контейнер куда угодно. Окна в кабине с трех сторон, так что водитель видит гораздо лучше. Система Янгшаня максимизирует эффективность. Отправляя суда по расписанию один за другим. Радуя экипажи и владельцев. Они стараются плыть в определенное время, чтобы застать свободное место у причала в следующем порту. Поэтому задержки неприемлемы. разгрузка и погрузка продолжается целую ночь. И после рассвета. Спустя 20 часов Гудрун-Майерск уходит из порта Янгшань. Позади остаются 3000 контейнеров с импортными товарами. На корабле 2000 новых с экспортом. Шимин-Хуа и сотрудники порта наконец могут расслабиться и сделать очень продолжительный перерыв. Но работа в Янгшане не закончена. 3000 контейнеров нужно доставить. Заказчики ждали появления Гудрун-Майерск неделями. А теперь контейнеры находятся на острове в 32 километрах от берега. Чтобы соревноваться с другими грузовыми портами мирового уровня Янгшань должен пропускать более 20 миллионов контейнеров в год. Но как участвовать в гонке находясь на острове посреди океана? Нужно построить еще одно супер сооружение. Мост Донгхай. Шесть полос движения. Длина 32 километра. Он более чем в 12 раз длиннее чем мост Золотые ворота. Это второй по длине океанский мост в мире. Первый расположен в 80 километрах к западу. Мост через пролив Ханчжоу. Постройка такого моста на земле будет трудной. Строительство в открытом море превратится в кошмар. Монтажники строят небоскребы совсем по-другому. Там нет электричества. Все необходимое нужно подвозить на барже и гонять ее туда-обратно. даже проектировка моста Донгхай стала испытанием. Ширина должна быть достаточной для шести полос движения. Высота для того, чтобы снизу проходили самые высокие корабли. И он должен выстоять регулярные атаки природы. тайфуны каждым летом. Течение скоростью два метра в секунду. Шестиметровые волны. И это только на поверхности. Глубина между материком и Янгшанем колеблется от десяти до тридцати метров. Это сплошная ненадежная грязь. Неустойчивое основание для шестиполосного шоссе, заполненного тяжеловесами-грузовиками. Инженеры по-всякому проверяли проект моста в киберпространстве. Волнами, ветром, автоавариями и столкновением огромных судов. Чтобы понять, какой дизайн крепче. В итоге они выбрали сразу два. В основном Дангхай палочный мост, состоящий более чем из шестисот бетонных пролетов. Самый длинный больше четырех волейбольных площадок. Но в двух местах он превращается в вантовый висячий мост. Один пролет которого позволяет судам проплыть снизу. мост рассекает волны изящным зигзагом. Так что проходящие под ним корабли могут плыть под углом к сильным течениям. К 2002 году инженеры получили работающий мост на бумаге и в компьютерах. нужно было строить. Первое испытание закрепить километры бетона в водянистой жиже, чтобы они выдержали тайфун. Инженеры вогнали в морское дно более шести тысяч фундаментных свай. Устанавливали их при помощи семи спутников и системы навигации с точностью до 3-5 миллиметров. Они прошли 20 с лишним метров воды, а потом еще 40 метров до основной породы. Следующая трудность. Как построить бетонные пролеты некоторым весом более двух тысяч тонн? Посреди столь бурного моря строительство возможно лишь шесть месяцев в году. Инженеры даже не стали пытаться. Вместо этого огромные пролеты построили на берегу и доставили в море. По-моему, пытаться строить мост по частям на месте безумие. Поэтому к самым разгаром пришлось соорудить новую баржу, способную выдержать тысячу шестьсот тонн, чтобы отвозить секции моста к месту. От начала до конца все на строительстве моста Донгхай было в новинку, включая жизнь рабочих. По мере того, как стройка уходила в море, сваи моста играли двойную роль. На них ночевали строители. 10 декабря 2005 года, через 42 месяца после начала стройки, движение по мосту было открыто. С тех пор зигзагообразный пролет преодолели почти 3 миллиона контейнеров. Под неусыпным наблюдением операторов. из центра управления нашпигованного техникой они видят все, что происходит на, сверху и снизу второго по величине моста мира. Их глаза около 80 камер слежения, прикрепленных на протяжении всех 32 километров. Электронные глаза никогда не смыкаются. И не спроста. мост Данхай торжество инженеров над природой. Но так легко природа не сдается. Из-за тайфуна Фитумана вождение по мосту может стать опасным. В 2006 году тайфун Чанчу обрушил на Китай волны и вихри. Мост устоял. В середине 2007-го благодаря Янгшаню Шанхай из третьего стал вторым грузовым портом на земле. Отстав от Сингапура всего на миллион контейнеров. Когда строительство закончится в 2020 году остров Янгшань станет крупнейшим грузовым портом планеты. С пристанью длиной 20 километров. Причалами для 50 судов. Он сможет справиться с 25 миллионами контейнеров в год. Ни одному городу не удавалось то, что удалось Шанхаю. Глубоководный порт Янгшань правительский проект. Создав его за столь короткий срок, отцы города смотрели далеко вперед. Он очень много значит для всех. Для прохожего, для руководства страны. Все они понимают, что главный китайский порт Шанхай станет крупнейшим грузовым портом. В Европе и Америке такого не увидишь. Кто-нибудь из Лос-Анджелеса может сказать жителю Окленда, а вот у нас крупнейший грузовой порт США. Они мало знают, им все равно, но здесь все об этом помнят и очень этим гордятся. Однако транспортные компании уже проектируют более крупные контейнеровозы. Супер суда, которым потребуются доки длиннее, краны больше и гавани глубже. Когда-нибудь крупнейший грузовой порт может превратиться лишь в первый этап более грандиозной стройки. грузовой